Не глядяши на то, что за последние два года дебюторская запазышенность знизилась, амаль на полову, и она по раннейшим застаётся значной. Зараз предприемства Гомельской области никак не могут отримать за поставленную на экспорт продукцию амаль 60 миллионов долларов. Причим 85% этой суммы приходится на предприемства областного центра. Причины разные, але наибольшинство называется некомпетентность наших специалистов и корысливые мотивы. Непорядочность как работников наших предприятий, так и партнёров по внешне торговым договорам, вплоть до криминальной составляющей, коррупционным проявлением, что не раз становилось и достоянием средств массовой информации. Починавшись с 2015 года по пытаниях утворения проторминованной дебюторской запазышенности на Гомельщине узбуджено 8 криминальных справ. А проща таго за минулый и первый квартал этого года областным комитетом державного контроля до 34 субъектов господарения применены меры административного уздєяння. Агульная сумма штрафов досягнула амаль с 490 тысяч рублей, прикладнопалова, з яких пришлася на Гомсельмаш. А проща гэтага предприемства у поле зроку правоохонных органов трапляли беларуские шпалеры, Гомельская мясомалучная компания и будовничо-монтажный трест номер 27. Вся рода гученных пропановне обходность больше глубокого анализу финансового стану и платежа с дольности потенциальных партнеров и обовязковое страхование рызыка у внешних андлёвых операций. А пош не этим больше актуально, что на сушасном рынку зараз шмат лжекомпаний и звычайных махляров. Найбольш дейсное супрасовніство, пабараць без гэтым з'явами, наладжено поміж прокуратурами Беларуси и России. Мошенники сегодня изощренно действуют. Первую поставку оплатили, вторую поставку оплатили, а третью не оплатили. Есть такой прием у мошенников. Поэтому, еще раз говорю, я как прокурор области сегодня буду обсуждать и тему, как помочь субъектам хозяйствования, которые попали в такие форс-мажорные обстоятельства, помочь через правоохранительные органы стран, в первую очередь ЦНГ, возвратить те долги, которые на многие миллиарды сегодня находятся за пределами Республики Беларусь.